В этот день, 24 мая, родились. Алексей Саврасов, художник-передвижник, автор картины «Грачи прилетели». Писатель Михаил Шолохов, автор романа «Тихий дон», лауреат Нобелевской премии по литературе. Иосиф Бродский поэт, также лауреат Нобелевской премии. В этот день, 24 мая, по новому стилю отмечают День славянской письменности. Он приурочен ко Дню Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. 24 мая 1855 года в Санкт-Петербурге был поставлен памятник баснописцу Крылову. Это была последняя работа скульптора Клотта, и, как говорят всех животных с этого постамента, он лепил с натуры. В мастерской Клотт поселил даже медведя и козла. 24 мая 1960 года состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-124 ОКБ Туполева. 24 мая 1727 года звание генералиссимуса получил Александр Миншиков, один из пяти, кто удостоился этого звания в нашей истории. Нет на воинской службе звания выше и почетнее генералиссимуса. Формально его давали тем полководцам, которые руководили или армией целой страны, или даже нескольких государств, находившихся в военном союзе. Генералиссимусами были, например, кардинал Ришелье, герцог Веллингтон и т.д. Костюшко. В российской истории генералиссимусов было всего пятеро. Однако не все получили это звание за армейские свершения, и мало кому удалось сохранить этот чин до конца жизни. Одним из первых генералиссимусов стал Александр Миншиков, ближайший соратник Петра Великого и один из главных полководцев своего времени. Он вместе с императором-реформатором преобразовал российскую армию, гробил шведов при Лесной и под Полтавой. За военные заслуги Петр назначил друга президента военной коллегии и дал чин генерал-фельмаршала. После смерти первого императора России Миншиков возвел на трон его вдову Екатерину I. Фактически два года сам управлял страной. А генералиссимусом стал уже при подростке Петре II. Это было время безграничного влияния царедворца на 11-летнего мальчика. Он даже готовил свадьбу императора на собственной дочери Марии. Ничего удивительного в том, что Миншиков в течение месяца стал и полным адмиралом, и генералиссимусом. Впрочем, наслаждался таким положением он всего несколько месяцев. Уже в сентябре Береможа лишился расположения императора, проиграл придворную войну и лишился всех титулов и привилегий. Да, Миншиков был первым официальным генералиссимусом с закрепленным чином в табеле о рангах. Но на самом деле были люди с этим титулом в России и до Александра Даниловича. Еще в молодости Петр сделал генералиссимусами своих потешных полков Федора Ромодановского и Ивана Бутурлина. Прошло несколько лет, и царь назначил первого полноценного генералиссимуса. Им стал воевода Алексей Шейн. В отличие от Миншикова, Шейн абсолютно точно получил титул за военные заслуги. Именно он командовал войсками при взятии Азова. Собственно, Петр назначил Алексея Семеновича генералиссимусом, чтобы другие генералы не грызлись между собой. Теперь и над ними был человек с экстраординарным титулом. Шейн вообще был в особых отношениях к государям. Примечательно, что именно ему царь Петр первому отрубил бороду. Скорее всего, не из злости. Просто хотел этим примером показать другим боярам, что никого жалеть не будет. Третий генералиссимус прожил с этим званием меньше месяца. Отец императора Ивана VI Антон Ульрих Броншвейгский в ноябре 1740 года стал главнокомандующим всех войск Российской империи. А уже в декабре потерял все титулы после дворцового переворота. Все-таки звание генералиссимуса в России прочно ассоциируется с именем Александра Суворова. И именно он полноценно соответствует тому описанию, которое изначально закладывалось в чин. Суворов стал генералиссимусом уже в самом конце жизни, после знаменитых итальянского и швейцарского походов. Тех самых, где был переход через Альпы и взаимодействие с армиями Священной Римской империи. По возвращении на родину его и наградили сим заслуженным званием. Пятого генералиссимуса назначили уже во времена СССР. Конечно же, им стал Сталин. Быть может из-за шутки. Маршал Рокоссовский как-то сказал маршалу Сталину, что из-за раменского звания Иосиф Виссарионович не сможет его наказать. Вскоре Сталин и стал генералиссимусом.